Также, уважаемые журетники, пожалуйста, порядковый номер 8 у этого участника, а предыдущие участники у нас имели номера 6 и 7. Итак, монолог юмористический, смеемся и поддерживаем. Так, сейчас представим, что я грузин, потому что этот монолог был написан еще в 80-е годы, тогда еще грузины приезжали к нам торговать фруктами и этим зарабатывали. Сейчас, конечно, очень много людей восточных националистов, но тогда все это только начиналось. Я вышла из гостиницы погулять, свежий воздух подышать, смотрю, под спарингом, такой, знаешь, авторитетный в джинсах. Какие прекрасные, вельбетовые, фирменные джинсы. Но я ему скромно сказала, продай джинсы, я тебе 200 рублей дам. Он говорит, ну хорошо, как я тебе пойду? Это же переодеваться надо где-то. Ну пошли, подъезд переодеваться. Я ему 200 рублей дал, руки снял, а он все взял и в лифт побежал. Наверх поехал, я по лестнице бегу, кричу, что, Пашину? Пока я наверх добежал, он вниз на лифт поехал, Я вниз спустился, его след простыл. Бандит проклятый, хулиган несчастный. Ну что, с ним еще встретимся? Ты послушай, что дальше будет. Я думаю, нельзя мне в таком виде на улицу выйти. Надо в какую-нибудь квартиру позвонить, у мужчины вдруг и попросить. Звоню, открывает дверь женщина. Я говорю, дорогая, у тебя муж есть? Она говорит, есть, а что? Я говорю, он сейчас дома. Она говорит, нет, на работе, а что случилось? Я говорю, несчастье случилось. Она как закричит, что с ним? Я говорю, если бы с ним, со мной несчастье, меня в твоем подъезде ограбили. Она говорит, ну заходи, чем тебе могу помочь? Я говорю, дай мне брюки, мужа, я тебе завтра отдам. Она говорит, ну мне не жалко, только я боюсь, они тебе не подойдут. Тут дверь открывается, муж входит. Я как на него посмотрел, сразу понял, что не подойдет. У него один кулак, как две мои головы. Он на жену посмотрел, на мой внешний вид посмотрел. Он говорит, так, очень приятно. Я говорю, мне тоже приятно, будем знакомиться. Он говорит, молчи, а то убью. Я говорю, за что он говорит? За то, что в чужом доме мужа без штанов встречаешь. Я говорю, кто тебя встречает? Мы тебя с женой вообще не ждали. Она сказала, что ты на работе. Она кричит, Коля, не слушай, я тебе сейчас все объясню. Он кричит, я слушать ничего не хочу, вещи собирай вон отсюда. Я говорю, дорогая, вещи собирать будешь, пару брюк для меня прикупить. Он говорит, тебе еще чужой жены мало, ты еще чужие брюки хочешь. Я говорю, я же не могу в таком виде на улицу выйти. Он говорит, ты отсюда вообще не выйдешь. Тебе вынесут. Ну, еле-еле выбежал на улицу, слава богу, живой. Такси ловлю. Холодно. Поддувает. На улице минус 6, в кармане минус 200. Подбегая к гостинице, думаю, как мне вовнутрь свой номер попасть. Смотрю, автобус останавливается. Из автобуса такая делегация выходит. Такие, знаешь, все смуглые. И у всех такие белые штаны, как мы зимой под брюки одеваем. Чтоб коленки не замерзали. Я к ним пристроился, прохожу, у него швейцар за руку хватает. Я говорю, что, почему, куда брешься, в черных трусах. Я говорю, что в черных трусах нельзя, в белых подштаниках можно? Он говорит, можно. Это интурист. Я говорю, 200 рублей администратору дашь, тоже интурист будешь. Я говорю, пойми, бюрократ ты несчастный. Вышибала ты проклятый, что меня ограбили. Он говорит, тебя ограбили? Иди в милицию. Вот я к вам и пришел. Во-первых, с праздником. А во-вторых, у меня к мужчине просьба. Может, мне сейчас кто брюки даст? Если брюки дать не можете, дайте знать, чтобы мне без штанов в гостиницу пустили. Никого не надо искать, ловить, выяснять. Я сам с ними разделась. Они же все ко мне на рынок придут виноград покупать. Там мы и посмотрим, кто из нас без штанов останется.